И снова всем привет, мы продолжаем Indigo Prophecy, что-то я уставший как не знаю кто, а обещал все-таки все это дело до нового года, да записать, да выложить. Сейчас там четыре серии всего и четвертое завтра уже будет, чтобы понимали, а вообще как бы даже уже сегодня через 8 часов, так что сегодня хотя бы пару серий надо записать. Так, чё, квартира Тайлера или дом Агаты, давайте наверное расслабимся для начала чуть, а потом икшон начнется. Эти старые звуки открытия двери, да, можешь мне под кроватью проверить, что ты не ожидала, что я так рано пойду. Так, духовку включил, а газ включать нет или просто включить духовку? А еще это самое, голову засунь. О, все, после трудового дня. Норм. Типичный мужик, когда пришел, сел на диван и все, и вообще даже не хрилоханется, смотрите вот. Медитировать ушел практически. Сэм заперлась в спальне. Я понятия не имею, что происходит, так что можно ей и подыграть. Может жидкого газу нальем лучше вместо шампанского. Оно в холодильнике или нет? Что ты подхожу? Во. С таким виденым открыл. Если холодильник изнутри всегда видит так же. Вот всегда это самую под руку говорят. Вот именно в тот момент, знаете, когда вот. Детектив Майлз, вы знаете, какой сегодня день? Ну, Рождество уже было, значит, 4 июля. Нет, это летом. Нет, я сдаюсь. Тайлер. Ладно, ладно, детка. Ровно два года назад я встретил женщину своей мечтой. Хочешь, включим музыку? Я бы потанцевала. А потом еще и ты пришла, да. Музычку говоришь? У меня же опять десяток авторских прав придет на нее. Что она не включает? А, вон, пластинку, наверное. Угу. Кстати, да, за бонусы можно идти и открывать арты. Я до этого еще увидел документарии. Вот, этот танец, по-моему, можно было как раз уже разблокировать. Эу, тихо. Так резко. Из инвиза практически появились эти штуки. Если нижнюю часть. Ай, да ладно, я один раз всего промазал. Один раз промазал. Не в ту сторону. Я думал, у нас желто-синяя будет. Я конечно хотел чуть это самое подготовиться к игре дальше, но они опять же квиктайп ивенты. Еще и такие суровые, чтоб. Ааа. Ты наступил мне на ногу. Я в курсе. Что ты хочешь? мне уже больше далеко прав на ошибку тихо тихо сколько можно но здесь не самого начала то не вот это удурили сейчас на перебор сейчас обязательно же наступлю на ногу на самом деле мы просто устали с работы налили два стакана шампанского остальное выпили сами из горла улыбка их все-таки это что-то поднялось на плюс 30 но вот так просто они там похоже другой нужен было танец уже разблокировать тут танец совместный у меня есть все кусочки головоломки чтобы вычислить убийцу мне просто нужно сложить их воедино на моем столе находится информация из банка незер и джонс на столе тавера улики из ресторана в них скрыта личность убийцы ну на самом деле самое главное улика в данном случае ну как по мне было логическое это все-таки книжка шекспира потому что она и у нас ее нашла и в кафешке а это все-таки не какой-нибудь павок или который бы все подряд читали книга шекспира обнаруженная в столе лукаса кейна в банке я просто не помню как это все так а книжка так это щита эти две книги из одной и той же коллекции и одинаково подписаны очевидно они принадлежат одному человеку первую связь чтобы доказать что кейн тот кто нам нужен потребуется еще одна талер звонит наверно хочешь сказать как он отвлекается амням ням где валенти алло Карла это Гаррет я звоню чтобы сказать что я отправил тебе результаты анализа отпечатков пальцев с той ручки они уже должны быть в твоем имейле отлично спасибо Гаррет я сейчас посмотрю тебе отправили список адресов по которым такси доставляли пассажиров с улицы на которой расположена закусная в ночь убийства он должен прийти по факсу ну спасибо пока ну и благоразумно на метро уехали на самом деле хотя я не знаю камера стяжения тогда вряд ли наверное были в метро так на самом деле она любит просто это самое воровать предметы поэтому пошла работать в полицию типа украла ручку для следования отпечатки лукаса кейна да помнить конечно там тоже лежат и все что еще надо для счастья нет никаких сомнений отпечатки из ресторана и наручки принадлежат одному человеку даже слишком теперь нет никаких сомнений убийцы из обегаловки лукаски первый вот не на кого вообще смотрите а он то тоже похоже там 3 по моему войдите привет карла я увидел что горит свет поэтому решил зайти поздороваться рада тебя видеть мартин ночью здесь спокойнее это помогает мне лучше соображать карла я денег никто не требует меня волнует одна вещь твоего напарника видишь ли я видел убийцу из ресторана он спас центральном парке тонущего ребенка если бы не он ребенок бы погиб я был там когда это произошло это глупо но я просто не смог его после этого арестовать я подумал что он заслужил передышку мне очень жаль не переживай так сильно мартин на твоем месте я могла бы поступить точно так же я задержусь еще минимум на час нужно напечатать чертовы рапорты заходи если соскучишься по компании до встречи мартин но часто те можно было бы ну для стопроцентной уверенности просто еще пократим фото и сказать это он или нет так мы хотели весь кайф обломать у нас мужика нету и у него пусть никого сейчас не будет ну окей давай в противоположную вот туда извини детка нужно ответить может быть что-то важное вообще козлина пусть на сотовый звонят которого у тебя нету привет Тайлер его нашли я выезжаю ммм давай через часик хотя я тебя предупреждаю если ты сейчас уйдешь я тебя не прощу я быстро детка сядь выпей немного шампанского ты даже не заметишь как быстро я вернусь извинись конечно пони я тебе не нужна Тайлер по Нью-Йорку ага туда-сюда ну чё побыстрому не заметишь да но если не знаю две бутылки шампанского выпить то уже конечно все равно будет и точно ничего не заметишь дело плохо утром только проснешься на пятки они еще вернутся и в следующий раз они меня возьмут агата моя последняя надежда похоже она понимает что со мной происходит надеюсь на этот раз она ответит на мои вопросы так а мы по моему эту серию то на прошлый раз и здесь заканчивали почему-то тогда при нажать на продолжить мне выбор дали ну окей не критично агата агата это лукас давайте пошаримся быстро по дому потому что потом по моему времени то не будет сделать может колорочку найдем может быть еще хп где-то там не сказать что вроде это была хп но я ее уже немножко просрал на полках старая посуда не тут кнопки уменьшения не знаю этого дела жаль потому что он реально летает очень резво и поэтому целься было нереально либо это сенсу надо настраивать специально для того места уже есть на в принципе ну достаточно нормальные солнца за окна агата она мертва или убили она была единственной кто мог мне помочь единственный кто знал может она что-то мне оставила ответ может быть где-то тут быстро у меня есть пару минут чтобы выскать ее квартиру пока не приехали копы это африканский тотем так спокойно заговоришь сейчас но это африканский тотем там едет полиция по моему если я не ошибаюсь что у нас в клетке это дело где-то было в этой клетке лежит листок бумаги черт дверца закрыта должен быть ключ или что-то чем можно было бы взломать замок вот такого я не помню мешочки с кормом лежит ключ точно а там просто газетная вырезка с часом не мог догадаться двери открыть число а теперь еще это отдельно открыли и пойдем даут смотри щас тебе запнет газетная статья от 1928 года зачем агата мне это оставила так все тикаем время тут если честно зовут совсем впритык смотрите если бы я не знал где искать я думал не остановились так быстро забежим в комнату буквально на секунду проверим карты а вон и карточка может быть к м джизня тут все таки есть да быстрее ж ты заходи вроде ничего не было все в окошко и уходим бежать конечно хочу спрашивает тут полиция уже в двери стучится боли вот-то боли про чешская Извините, мы закрыты. Приходите завтра. О, я ненадолго. Настер, наш Тетлан, касталайшри кричит Ланор. Наш Тетлан, кричит Ланор. Девочка, ты не замерзнешь. Девочка, ты не замерзнешь. Так, стоп, а значит сцену все-таки с грушей пропустил. Я бы думал, что она позже будет. Сначала пойду я, прикрой меня. Когда мы выяснили, что мы очень сильные станем. Становимся. Черт, это еще что такое? Прикрой меня, я проверю комнаты. Хац! Две окна вообще заколочены аж. Вот опять эта херня становится. С мышкой. Ну, не с мышкой, а с камерой. Ох, тут какой-то локальный сайлент-хилл. Тридцатку дали, двадцатку отняли. Ну, шикарно. По факту, минус двадцаток. Пишет по улице. Карла, что мне делать? Задержите его, мы едем. Вас понял. Ох, сейчас экшон будет. Дурацкий. Все повторяется. Кого-то убили в прачесной. Я все видел, как будто сам был там. Агата мертва. И кто же объяснит мне, что происходит? Руки вверх! О! Одна хп. Черт, одна хп. Надеюсь, она на одном месте не будет зависать. Нет, я не могу этого допустить. Вообще-то я нажал. А! Как всегда, нос чесал. Неудача. Так заканчивается моя история. Я чувствовал в себе непонятную силу, но не смог воспользоваться. Блин, иначе мы все-таки просрали. Битву с грушей, которая булетела черти куда. Руки вверх! Черт, полиция. Они меня нашли. Остаток своих дней я буду гнить в тюрьме и так и не узнаю, что произошло на самом деле. Нет, я не могу этого допустить. Так, 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 так. На, на. Стой стрелять. Стой стрелять буду. А я, блюдо! Матрица, матрица. На, на. Полиция, стоять! А можно мне как-то скалить с ЭХП-шки сбросить? Сейчас вот покажу на том моменте, где мне было очень тяжко. Он был непроходимый, а? Давай, 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 давай. Вот здесь вот примерно. Потому что оно у меня зависало тупо и, ну, этот, не то чтобы зависало, оно глюковало здесь, и поэтому я срывался с вертолета, также с одной ЭХП-шкой. Ну да нет, ты че? Ну не сначала же только. Так заканчивается моя история. Я чувствовал в себе непонятную силу, но не смог воспользоваться ей, чтобы убежать... Давайте с момента падения уже с вертолета. Не надо сначала, пожалуйста. Когда столько кнопок, блин, оно выматывает, и начинаешь терять. Ай. Сосредоточенность начнешь. Они меня нашли. Остаток своих дней я буду гнить в тюрьме, и так и не узнаю, что произошло на самом деле. Нет, я не могу этого допустить. Так, так, еще так. Вот они в ахере, наверное, от чувака кто-то делают. Обычный айтишник. Тут меня машина сбивает. Хе-хе. Там все силы скинули на мою поимку. Как будто я 500 человек убил, честное слово. Здесь в авариях больше людей погибнет, по-моему, и пострадает. Так, пол дела сделано. Теперь главное не зафейлиться опять с прыжком. А потом придумали игру прототип, да? С уничтожением вертолетов так же. Попробуй доказать теперь. Это самое начальство, что так оно и было. Видеодоказательств нету. Пятеро патрульных в больнице. Разбито четыре машины. Вот, я же про то говорю. Который нам чуть на голову не рухнул. А убийца тем временем спокойно уезжает на метро. Надеюсь, вы сможете все это объяснить. Нет. Капитан, все пошло не так, как планировалось. Операцию провели четко и слаженно. Каждый был на своем месте. Но Кейн проявил... Необычные способности. И что вы мне тут пытаетесь доказать? Что этот парень Супермен, да? Это ваше оправдание. Вы серьезно думаете, что я куплюсь на эту чушь? Тогда детали руменьшать. Мы не новички. Если бы этот парень был обычным уголовником, мы бы его мигом поймали. Мы его недооценили. Он гораздо опаснее, чем мы думали. Чихал я на ваши отмазки. Когда пресса узнает, что Кейн ускользнул у нас из-под носа, они сделают из меня посмешище. А мэр придет на мою душу. Ну что, план у вас есть? Вы знаете, где он? Давайте по очереди. Кейн разошлются по рульным во все аэропорты и вокзалы. Как только покажет нос, мы сядем ему на хвост. Я хочу, чтобы задницу Кейна искали все свободные сотрудники. Я хочу, чтобы его поймали не позднее, чем через 48 часов. Вы поняли? Нужно его посадить, пока он не решился на еще одно убийство. А теперь проваливайте. Нет, по пятерочке всего. Сейчас водички попьем и все нормально будет. Мы нашли отпечатки Кейна в квартире, где был обнаружен труп пожилой женщины. Это еще не все. Прошлой ночью в прачечной произошло двойное убийство. Одна из жертв была убита ударом, нажав сердце. Гаррет уже там, он тебя ждет. Эх, не попьем водички. Да, я сразу же по прачечной. Минус пять по Фаренгейту. С каждым днем все холоднее. 20 по цели написано было. Эх, может там водичка будет. Иди внутрь, Тайлер. Я пойду поговорю с Гарретом, узнаю, удалось ли ему что-нибудь найти. Я за. На таком холоде даже мысли замерзают. Неженка. Уральских морозов на тебя нету. Ну, что тут произошло? С сибирскими. Сегодня утром около пяти часов. И дальневосточными. И обнаружил трупы. Когда он попытался зайти внутрь, оказалось, что дверь заперта изнутри. Увидел через окно два трупа и позвонил в полицию. Думаешь, к этому причастен Кейн? Женщина погибла от трех ударов ножом в область сердца. Все произошло в общественном месте и без явных мотивов убийства. Похоже это на Кейна? Нет. Нет, мы опросили всех в округе, но результатов это не принесло. Повезло этому парню. Он совершает двойное убийство прямо у окна, и никто ничего не замечает. Спасибо, Гаррет. А там остальные были, что? Нет? Тин-тин-тин-тин. Ненавязчивая карточка так лежит. Разрешите потоптаться? Три или четыре удара в область сердца. Точно так же, как и в той забегаловке. Не удивлюсь, если вскрытие покажет, что перерезаны артерии. Так, кровь. Ты заметил кровь вот здесь? Да, я видел. Как думаешь, что это значит? Убийца истекал кровью еще до того, как зарезал жертву. Как и в уборной, то и закусочной. Опять же, только мы видели сразу, что он пошел вроде как бить. Или, пока я это говорил, он стоял и вырезал себе символы? У него в глазу нож. Наверное, смерть была мгновенной. Жуть. У него изрезаны все запястья. Похоже, на них вырезан какой-то символ. Змея. Змея с двумя головами. Так, ну вроде все. Теперь может Аллера заставить. Странно. Откуда здесь кровь? Он реально в себе вначале начал вены вскрывать, а потом только пошел. Случай Кейна в кабинке тоже была кровь. Кейн тоже порезал себе руки. У ножа такая же ручка, как и у остальных инструментов. Наверное, он из этого ящика. Угу. Вроде все, нет? Бережка никто не оставил сушиться. Так, что нам скажет наш друг? Вот белье жертвы. Кто бы мог подумать, что она не доживет до того момента, когда она будет выстирана. Ну, вообще, как бы странно в такое думать. Честно говоря, там еще что-то было. Видела, в замке ключ торчит. Да, я видела. Отсюда нет другого выхода. Как же вышел убийца? Бред какой-то. Ну вот, лежит твоя убийца. В его глаз воткнут нож. Черт, это должно быть больно. Ну, вроде как не то, чтобы особо. Плюс пять, это должно быть больно. Хе-хе-хе. Садилга. Вроде как глаз не имеет для особых нервных окончаний. Бедняжка. Ее ударили спереди. Она увидела убийцу в самый последний момент. И с трупом остаются руки. Наверное, она не успела набрать номер. Как жалко. Нас мог бы быть живой свидетель. Умирающий четыре минуты свидетель. Или сколько там они сказали, что очень долгая смерть. Тем более, что она могла сделать, если кислород не идет, а значит особо двигаться не получится. Поехали. Я все осмотрела. И что нам думать об этом убийстве? Парень, старшусь, что... Ты все смотрела, я все осмотрел. Как-то не абсурдно, но это единственное объяснение. Не думаю, что Кейн как-то связан с тем, что произошло в прачечной. И все же, между двумя этими убийствами должна быть какая-то связь. И все же, между двумя этими убийствами. Ну да, достаточно прохладненько. Тем более, наверное, в Нью-Йорке все равно влажность-то достаточно должна быть большая. Или нет. Какая умничка. Тебе кредиты, наверное, выдают. Без вопросов. Ты не безумец и не убийца. Ты просто оказался не в то время, не в том месте. Да, мне стало легче, спасибо. Кто же заставил меня совершить убийство? Кто сел за мой столик в забегаловке? Никто не знает его настоящего имени. Его называют Аракул. Он служит сильнейшим из сильнейших. Осторожно, а по ступеньке не порежься. Без такого анти-аллизинга-то. То можно и шею себе... Горло перерезать. Ты реальный, да? Да, в некотором роде. Они пытаются убить тебя при помощи видений. Ты слишком много увидел, поэтому стал для них помехой. Они идут. Берегись, Лукас. Они хотят отнять твою жизнь. Квич-Нитлан, древняя цивилизация Майя. Там ты найдешь ответы на часть своих вопросов. Агата? Агата! Опять! Ты свод это держи, а то... Обрушится храм на меня. Хотя вам было бы проще всего так сделать. Если бы вы не были ненастоящими. Ненастоящими. Это я готов-то. Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. ты бы еще в школу кстати пришел бы спрятаться тогда бы тебя дежурный бы наказал то что ты бегаешь по коридорам хотя может быть он и видение бы этих ангелов вы каких-нибудь там не знаю призраков бы изгнал сказать так не летать по коридорам сколько можно без права на ошибку блин так скинул бы чё ты странный ангел у кнопки вниз типа чтоб удачно приземлиться лукас лукас очнись что ты тут делаешь что случилось прячусь меня нашла полиция мне удалось скрыться я всю ночь шел пешком идти мне больше некуда так что я пришел сюда о боже лукас сейчас тебе и правда нужно идти в полицию другого выхода нет я не сдамся пока не пойму что со мной случилось я снова виделся с агатой прямо здесь совсем недавно она умерла но ей нужно было кое-что сказать она хочет помочь агата умерла ты хочешь сказать что нет маркус я не убивал агату когда я пришел она уже была мертва и ты говоришь что разговаривал с мертвым человеком это все бессмыслица да что ты говоришь ты святой отец мать твою кто-то пытался убить меня через мои видения они могут напасть где угодно думаю они хотят помешать агате все мне рассказать лукас это уже слишком что если это все происходит у тебя в голове может быть ты просто утрачиваешь связь с реальным миром маркус я не сумасшедший может раньше я так и думал но теперь я знаю что это происходит что ты собираешься делать тебе нельзя здесь оставаться полиция точно придет меня допросить возможно будут за мной следить мне нужно найти укрытие я беглый преступник мое описание скоро будет на каждом столбе я знаю что всему этому есть объяснение нужно найти тех кто за этим стоит береги себя лукас тебя убьют при первой же возможности нет ничего хуже того что я вижу в своих видениях лукас сошел с ума я покрываю убийцу но я же не могу предать своего брата боже милостивый помоги мне скажи что мне делать считай что это этот как это называется типа святой отец я согрешил а это тайна значит это самый ты не можешь никому рассказать вот и все чем нет маска в дом в тиффани давайте начнем будем одних тех же персонажей использовать по максимуму от холода то от голода я надеялась и что смогу отдохнуть пару часов у тиффани набраться сил и поразмыслить над тем что делать дальше я был в ее новой квартире только один раз где она находится я помнил очень смутно но по крайней мере в улице был тык-тык-тык они следят за квартирой тиффани ну конечно притом беспалевно так чтобы спрятаться нужно найти другой способ попасть внутрь и товарищ и вот таких товарищи теперь мне проще но ты чё повсюду и что они за мной следят скоро стану параноикам ты знаешь у меня такого не было ощущения пока я хиру не прошел так тут или ты просто через решетку сможешь перепрыгнуть хоть в перчатках хотя знаю лукас он и и может и лизнуть решетку махватает секунда если дым еще одна решетка спешу да я же сделал все как показали чесарской пешку отними от не ли начинай заново ворона ска опачки увидел ворону теперь у меня стресс такая не помню здесь тупо пробежать могу так незаметно полиции а сейчас способ их обойти такая не помню вода по водосточной турбе хитрожопой смотри какие везде себя сидят теперь если бы только не полицейская прям машина блин патруль на перед домом поливные знаки нечистку бы поставили ремонт телевизоров чего них там обычно не бывает а можно было знаешь просто не смотреть особо вниз хотя тут знаешь больше не только то что смотришь не зато что были тут снега и скользко достаточно наверно интересная просто снега накидаем на голову или свалюсь им на голову сломав им шею и себе все что можно время то уже почти закончилось то же самое только теперь по-другому теса с какой высоту здесь безопасно можно было бы упасть все ниже и ниже и ниже жизни было бы быстрее число и проще по моему так вот здесь нет каких-нибудь плюшек это чё-то странная херовина вся глава блин посвященная лазиню смотри-ка она не та самая окна это не проветривает не такая дура так херпыч а я не помню или не знаю даже если возможность пробраться к ней не разбивая окна это окно квартиры тиффани если бы я только мог его открыть ну положить могу давай отрывай просто думаю я его приподнял на так все таки можно достигнуть максимуму на серьезно может на максимум не надо может просто максимально долго на держать не выйдет она закрыта ты же горел на дюйм поднялась подожди все не варик прости тиффани куплю тебе новое окно возможно использовал бы силу там там джедайскую хоп так я был не особенно рад что залез в квартиру тиффани как вор домушник но выбора у меня не было я уже почти сутки ничего не ел да и усталость начинала давать и себе знать этих бывших одни проблемы типу под кроватью посмотрит не тут ремонтику всю здравствуйте мисс харпер я следователь полицейского управления ну а зачем я это послушал я перезвоню вам позже сплошное расстройство есть тут нечего карточку съешь так а какую я открывал эту и открывал чё ж не депрессия блин плюс 5 за то что есть нечего петенька чё это вообще такое хрустящее так а водички не знаю хлебануть бутер и вспять ну извини тиф сожру один чё ты зираешься нету никого ну блин чуть чуть почти восстановили все так это проход куда то дальше так о это ванна можно помыться о вот это хорошо ну сделай делаю то в тепле хоть хорошо то даже тиркала рабочая вот за хп-шечку это прям спасибо то прям не хватает а для экспертной оценки предмета нашей дискуссии мы пригласили одного из самых известных специалистов по цивилизации мая профессора Дмитрия Курякина из мезоамериканского университета из мезо? байк мезо? спасибо что вы пришли профессор вы написали удивительную книгу это что блэк мезо референс? я хотел спросить специалист под цивилизацией майя он наверняка знает что такое Квичитлан нужно встретиться с этим Курякиным а вот и тиф пришла ты меня напугал что ты тут делаешь? меня ищет полиция мне нужно спрятаться на пару часов Лукас что с тобой творится? газеты пишут что ты убил несколько человек это правда? все это очень запутанно все что я могу сказать я не убийца я знаю что ты не способен на такие вещи Лукас объясни им скажи им что ты невиновен ну конечно не нужно выяснить что со мной произошло ну вы знаете Кейна да конечно это не он оправдан Лукас это полиция что же делать? слушай они просто хотят задать тебе несколько вопросов сохраняй спокойствие Тиффани и ответь на все их вопросы я спрячусь все будет хорошо вот увидишь мисс Харпер мисс Харпер за занавеской да секунду уже иду я думал ты ну типа проинспектируешь это и вообще в дверь хотел хотя с другой стороны я не помню это логично было бы так убежать но с другой стороны спрятаться в шкафу более логично потому что здесь разбитое стекло оно больше на себя внимания Лукас я больше не могу заставлять их ждать нужно открыть дверь ну спрятаться под стол это конечно 5 баллов просто мисс Харпер да я следователь Тайлер Майлз из полиции Нью-Йорка я расследую дело Лукаса Кейна по нашим данным вы были любовниками это правда? были да правда но мы разошлись мы расстались около месяца назад последнее время мистер Кейн не пытался с вами связаться за вчера я ходила к нему домой чтобы забрать свои вещи мы почти не разговаривали с тех пор я ничего не слышал даже гитару не послушал на самом деле эй я всего на минуту давайте вот ремонт делаю на самом деле сейчас натопчете блин бахилу одевайте решили сделать ремонт? да состояние квартиры было не очень у нас в городе дурка таким же цветом я медсестра работаю в больнице световой Анны а потом и ночной клуб а не не дурка не дурка наркологический хотя нет в окне по-моему я первый раз спрятался я разбила стекло когда вчера вечером двигала мебель стекольщик пообещал зайти сегодня но наверное просто забыл и я буду дурка привет спасибо за сотрудничество мисс сразу же позвоните вот моя визитка будьте осторожны мисс кейн очень опасен ладно думаю на этом и закончим в этот раз барни я смотрю такой медвежонок он во втором коридоре направо когда закончите опять свет отключили это уже шестой раз за день впрочем в такие холода это неудивительно хорошо что у госпиталя есть свой резервный генерал белки которые крутят колесо замерзают да устают один из моих коллег ждет вас там чтобы открыть дверь я за вами присмотрю с вами ничего не случится что пиво мне не предложил ладно на этом все что я тут собираюсь найти а чё такая счастливая в дурку попала ей и все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве кирстена все лайкайте комментируйте подписывайтесь с вами был алекс траги всем пока